Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Оперативная информация за неделю. Далее подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник днем спасатели вызволяли котенка, застрявшего в радиаторе отопления в одном из фитнес-клубов по улице Богдановича. Через открытую на проветривание дверь котенок попал внутрь помещения и, видимо, испугавшись чего-то, сиганул в радиатор, застряв между его секциями. Работники МЧС с помощью подручных средств освободили Усатого, после чего он ретировался из клуба так же неожиданно, как и появился там. В очередной раз напоминаю, что спасение животных не входит в обязанности работников МЧС. У спасателей есть приоритетность вызовов. И в первую очередь они выезжают на те случаи, где существует угроза безопасности жизни и здоровью человека. Черные клубы дыма и войс сирен могли наблюдать жители центра столицы во вторник вечером. На физкультурном переулке горела заброшенная постройка. Пламя перекинулось и на мансардный этаж с соседнего здания. На пожаре работали десятки спасателей и шесть единиц техники. Предполагается, что причиной ЧП стал поджог. Вероятно, короткое замыкание электропроводки варочной панели в среду около 11 утра стало причиной загорания в квартире на Слободской. В результате пожара повреждено имущество в кухне, а трехкомнатная квартира оказалась закопчена. Для исключения возгорания электроприборов не допускайте перегрузки электросети. Пользуйтесь сетевыми фильтрами. И не забывайте о необходимости замены старой электропроводки на новую, более мощную. Минск чрезвычайный. Летом в службу спасения стали часто поступать сообщения о летучих мышах, облюбовавших минские многоэтажки. В минувший четверг к спасателям обратилась хозяйка квартиры по улице Плеханово, а в субботу еще одна, проживающая на улице Лобанка, с просьбами избавить их от непрошенных гостей, залетевших в открытые окна. Спасатели изловили млекопитающих и выпустили на свободу. Как действовать в подобной ситуации, не прибегая к помощи спасателей, вам расскажет бесплатное приложение МЧС «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещение об опасности и рекомендации по действиям в режиме онлайн. В субботу утром индивидуальные предприниматели, частное унитарное предприятие, арендующее помещение, лишились рабочего места. Во всяком случае, на какое-то время. ЧП произошло в гаражном боксе по улице Железнодорожная. В результате пожара, причиной которого, вероятнее всего, стало короткое замыкание, полностью сгорел личный автомобиль одного из механиков и имущество, которое хранилось в гараже. И еще об одном субботнем происшествии. Вечером жители домов по улице Казинца были обеспокоены истошным мяуканем, которое разносилось по всей окрестности. Спустя несколько часов они позвонили в дежурную службу МЧС. Оперативно прибывшие спасатели помогли застрявшей при открытом окне кошке. В случае, когда кошки застревают в окнах, не редкость. Отверстие в пластиковом окне, открытом на вертикальное проветривание, расположено таким образом, что животное сползает к куске его части и намертво там застревает. Так что будьте внимательны и бдительны. Когда уходите куда-то, не оставляйте окна вертикального проветривания открытыми. Минск чрезвычайный. Каждый год горожане сталкиваются с проблемой того, что в подъездах на балконах под оконными карнизами заводятся осы. Только за последнюю неделю минские спасатели выезжали более 10 раз на подобные вызовы. Люди регулярно сообщают о такого рода проблемах спасателям. Но для МЧС уничтожение осиных гнезд не является прямой обязанностью. Это не чрезвычайная ситуация. Исключение, когда это касается детского медицинского учреждения или иного социального объекта. Если же осы завелись непосредственно на балконе у жильца или под оконными карнизами, то в большинстве случаев исправлять ситуацию придется самостоятельно. Если же гнездо появилось в местах общественного пользования, то необходимо обращаться к коммунальщикам, так как за вопросы санитарного состояния и избавление от насекомых отвечает собственник и балансосодержатель здания. МЧС же советует гражданам постоянно следить за своим жильем и не допускать, чтобы насекомые устраивали там свои гнезда. О происшествиях на сегодня все. В заключении хотелось бы сказать, что 21 июля в 11 часов утра на проспекте Независимости состоится парад техники подразделения МЧС, посвященный 165-летию пожарной службы Республики Беларусь. В парке Горького вас ждут выставка пожарно-аварийно-спасательной техники, развлекательные конкурсы и викторины для взрослых и детей. И, конечно же, праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. МЧС приглашает всех на свой праздник. Такой была минувшая неделя в городе. Какой будет нынешняя, я расскажу в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.